Привет, дорогие друзья! Рада вас видеть! Сегодня мы поговорим о том, какими материалами рисую именно я. Речь будет о пастели, потому что, как вы знаете, я рисую акрилом, цветными карандашами и пастелью. То, что касается именно моих заказов. Я покажу вам весь мой набор, чем я обычно рисую. Здесь будут и цветные карандаши, и мелки. И скажу сразу, что все свои материалы я храню в одном из ящиков моего комода. Там у меня хранится все вместе, и акрил, и пастель, и цветные карандаши. Я не нашла идеального места, где хранить пастельные карандаши, и они хранятся у меня вот в таком ведре KFC. Не то, чтобы я очень фанат, но это оказалось удобно. И в одном таком ведерке у меня хранится пастель, а цветные карандаши в другом. Пока что это довольно удобно, когда я рисую, я его вот таким образом наклоняю и вытаскиваю нужные мне карандашики. Пастель просто у меня хранится стопочками в своих коробках. И еще, кстати, упаковки от карандашей, такие же стены, например, как у Faber-Castell есть. У Faber-ов удобно, потому что у них идет сцепление посередине, там тоже можно хранить пастель. Поэтому давайте я переключу камеру и покажу вам все свои материалы, расскажу, что я для чего использую. Думаю, это будет интересно. Забегая вперед, хочу сказать, что мой набор материалов, он не очень большой. Я привыкла пользоваться ограниченным количеством материалов. До сих пор не могу себя побаловать и купить какую-то огромную коллекцию. Я знаю людей, у которых такие огромные наборы пастели. Я как-то привыкла покупать себе только то, что нужно, и потом это уже перемешивать, смешивать цвета, я имею в виду. Может быть, в этом есть и свои плюсы. Но в любом случае, давайте начинать. Сейчас все покажу. Давайте тогда начнем с сухой пастели, самих пастельных мелков. Я немножко вас удивлю, потому что мой набор пастели очень и очень небольшой. То, чем я работаю в основном сейчас, да, мы не будем говорить о новинках. Новиночки вы можете посмотреть в видео про распаковки с сайта Jackson's Art. Там я показывала вам, что прибавился вот такой набор о Дели Роуне. Я его еще не тестила, честно скажу вам. Также прибавился такой небольшой наборчик прям базовых ярких оттенков от Jackson's. И об карандаше покажу, когда уже будут карандаши. Собственно, мой самый такой ходовой набор. Для чего он мне нужен? Это фоны, это заполнение каких-то общих форм. Это набор от Сенелье, портрет. Он довольно потрепанный. Вот такая у него упаковочка. Видите, она вся убитая. Тут, конечно, и коты постарались, и время тоже сделало свое дело. Многие ячейки у меня уже пустые. Где-то вот у меня падала камера, здесь все разлетелось. Что из плюсов, да, мы уже немножко касались этой пастели. Из плюсов она очень мягкая. Это пастель ручной работы, то есть вы дотрагиваетесь до мелка, и получается очень-очень яркий, насыщенный цвет, яркий пигмент. Это характеризует всю экстра мягкую пастель, да. То есть мы берем сюда и Сенелье, и Шминки, и так далее. Я напишу вам бренды, которые будут аналогичные по качеству, да. То есть они действительно очень мягкие, очень яркие. Так, сейчас я достану себе салфеточку, чтобы, если будут все трогать, чтобы у меня были чистые руки. И это, соответственно, фоны, это какие-то подложки. Когда я рисую портрет животного, да, например, да, если мы только о них говорим, то я тогда использую как подложку. Но чаще всего, и что я сделала какой вывод, да, скажем так, из моей работы, потому что много лет примерно похожими вещами я занимаюсь. Лучше всего, когда вы делаете подложку, а я имею в виду, да, сейчас абразивную бумагу, пастель мат, вот такую. На ней мы будем делать с вами тесты. Сейчас, когда про пастель расскажу. Лучше всего работает пастель более твердая. На некоторых из них пишут, что там софт, например, да, вот это те же, те же гэлери. Они пишут, что это пастель мягкая, что это софт, но на самом деле это не совсем так. То есть она все равно довольно твердая. Ее можно сопоставить с тем же, вот где у меня более-менее целая, сейчас покажу. Вот с тем же Рембрандтом, да, то есть на мой взгляд, да, на мой вкус получается прекрасная история, когда фон у меня идет с чем-то более твердым, вроде Рембрандта. Гэлери у меня была, они были подарочные, я их не приобретала сама, поэтому использую. Также, ну вот здесь видите, такие странные цвета есть, ну они у меня лежат, и у меня есть еще дополнительно наборы тоже этих гэлери. Многие их не любят, потому что гэлери это то же самое, что Минжу, да, такой недорогой бренд, где яркие такие безумные оттенки. Потому что говорят, что там по прошествии времени что-то с ними там произойдет, когда пройдет там 500 тысяч лет уже после ваших внуков-правнуков. Но это неизвестно. Сколько у меня несколько лет назад были работы с самыми дешевыми, самыми там простыми мелками, ничего не происходило. Итак, давайте сейчас я вот так вот сделаю, полностью вам показала, можно добавить вот сюда наш листик, который будет такой тестовый. То есть здесь у меня собрано всякое разное, это и вот такие мелкие гэлери, всякие серые оттенки, это Рембрандт, который уже был в работе. То есть я делю пополам, и мне удобно заполнять поверхность половинкой его. И какие-то там докупки, да, есть вот, например, такой шминки, который очень-очень мягкий. Они, тут я не смогу нормально вам его показать, чтобы он полностью сюда поместился, потому что я его тоже разделила пополам. Но он действительно очень мягкий. Можно определить, потому что, видите, сколько крошечки он оставляет. То есть это тот самый яркий пигмент, да, как мы знаем. Пигмент это самая дорогая составляющая в любых пастельных мелках. И цена зависит мелка, собственно, от того, как много там пигмента внутри содержится. Вот те же самые Рембрандт я наношу. Я чувствую, да, что он наносится более жестко. Растушевывается он нормально. И можно, конечно, использовать растушевочные палочки тоже, чтобы все это распределять. Что тут еще? И разные-разные мелки, какие-то дорогие, какие-то дешевые. Очень яркий, черный. Он считается, так, где вот так вот я сфокусирую. Он считается самым, наверное, ярким, самым черным, самым темным черным. Что это? Это тоже у меня шминки, да? Да, это шминки. Вот такой мелочек. Отдельно его я заказывала из прошлой, по-моему, покупки еще Джексонса. Вот такой он, смотрите. Он, кстати, хоть и черный-черный, я не могу сказать, что он, скажем так, что он холодный черный. По-моему, он все-таки более теплый черный вот такой. Но неплохой, конечно. Самые черные участки вроде там в моем, если в работе, там зрачки всякие, кошачьи и прочее. Или если вам нужно что-то очень темное сделать. А что касается мягкости, да, вот этих Гэллери, они такие средненькие, ну, довольно жесткие. Но это удобно, опять же, для чего вы наносите на фон плоской стороной какой-то вот такой мелок, да, это Рембрандт. Потом, если цвет наносите соответствующий цвету бумаги, то все это лучше видно, да, точнее, лучше они друг с другом сочетаются. Удобно растушевывать. Растушевочкой вот так прохожусь. А потом, когда мне нужно поменять оттенок, я беру уже яркий мелок, который просто мне тонирует вот эту историю. Слой, конечно, должен быть больше, да, видите, здесь он такой прям маленький. Он должен быть побольше, тогда и ровное заполнение фона получается. Также есть вот такой тоже, он считается, мягкий экстрасофт мелочек вот такого плана. Это черные речки мелкие, ручная работа тоже, видите, сразу заметно, что он более мягенький, такой сыпучий. Цвет яркий, насыщенный, поэтому тоже очень хороший. И интересно, да, что я сюда еще добавила. Кстати, Виста Артиста, это самая первая пастель, с которой я начала работать на пастельмате. Да, то есть была у меня уже хорошая на тот момент довольно дорогая бумага. И вот эти вот не самые хорошие дешевые мелки. И что я вам могу сказать, извините, у меня все в волосах, то ли в моих, то ли в кошачьих. Я могу сказать, что они со временем стали лучше. То есть, не знаю, лет сколько, может быть, 6 назад или 7. Ну, может быть, может быть, 6. Они были прям супер царапающей бумагу. Конечно, на пастельмате это окей, но если вы используете обычную бумагу, самую простую, и вот такие мелкие, то сочетание получается просто не в вашу пользу. Вообще неудобно, некомфортно, неприятно все это рисовать. Но если хотя бы, хотя бы вот такого плана бумага, то еще ничего. Посмотрите, какой, кстати, приятный коричневый, да. У него, причем, какая-то вот сторона там рисует так вот царапая, но какая-то очень и очень хороша. Вот, в общем, вот такие вот они мелочки. Так, что еще про них сказать? Цена у них недорогая, да, какие-то такие фоновые вещи, в принципе, ничего. Но даже по ощущениям, да, на ощупь вы будете понимать разницу. То есть вот в мире пастели до сих пор так и осталось. От цены очень зависит качество продукции, прям очень сильно зависит, да. Если вот такой набор вы можете взять сколько там, ну, может, 200 рублей, да, я не знаю, в Леонардо. Я напишу, сколько вот такой наборщик сейчас стоит. Когда-то я давно покупала, было, наверное, ну, дешевле. И набор вот такой, вот такого плана, например, да, с Энелье. Не обязательно там портрет, не портрет, там есть пейзаж. Просто мне были вот такие оттеночки нужны тогда. Он стоил, я его покупала где-то за 3,400 или за 3,600. А сейчас, по-моему, 4,800 цена. То ли в передвижнике, то ли вот где-то, где-то там. Так, вот, то есть так быстро, красненько я вам рассказала про пастель. Чем в основном я пользуюсь. Если мне нужен какой-то особенный цвет, я его просто докупаю вот так вот штучно и все. И еще из таких сильных минусов, да, именно мягкой пастели, прям экстра-мягкой, экстра-софт. Быстро, конечно, все это стачивается, потому что она мягкая. И доставать ее тоже, это довольно такое непростое дело, потому что вы достали и видите, то есть ручки уже они вот такие все в пастели. Даже вы еще ее особо не терли. Очень аккуратно, очень нежно нужно с ней обращаться. И, конечно, если вы захотите там закрасить весь лист 50 на 70 вот таким мелком, то его, скорее всего, не будет, либо его там половины не будет. Поэтому вот эти вот цвета, на мой взгляд, хороши для каких-то ярких акцентов, либо в дополнение к основному цвету, основной базе, которую вы делаете более простыми и более такими твердыми мелками. Вот, на мой взгляд, идеально, конечно, взять Рембрандт и кого-то из мягких. Можно даже поштучно, чтобы не покупать весь набор. Так, теперь давайте перейдем к карандашам. Это, знаете, как у бьюти-блогеров идет распаковка, что в моей косметичке, и у меня распаковка, что в моем ведерке. И вот, собственно, что там. Здесь разные пастельные карандаши самых разных брендов. Я не стала сейчас их раскладывать именно по маркам, потому что мы все равно с вами по всем основным сейчас пройдемся. На чистом кусочке пастельмата все это попробуем. Скажем, давайте про дополнительные материалы, которые, скорее всего, вам нужны, которыми вы, может быть, пользуетесь. Что это будет? Для растушевки фонов я использую обычные губки, которые вот там разрываю, нарезаю. И после того, как мы нанесли основной слой пастели, нам нужно его распределить. Можно... Тут, конечно, еще маленький слой, но тем не менее, да. Звук такой неприятный, даже не звук, а вот это ощущение. Честно говоря, губочки по бумаге кому-то может не понравиться. Но таким образом вы как бы из ячеек поднимаете пастель. Пастель, опять же, да, уточню, это характерно именно для абразивной бумаги, для пастельмата, да. То есть я говорю вам о пастельмате, потому что я работаю на нем, а работаю я на нем, потому что лучше всего держится пастель и не получается такой безумной грязи, ничего не сыпется, как на других бумажках. То есть для меня это мой идеальный вариант, да. Многие любят другие абразивы, да, например, Cancel Metance Touch. Мне он не очень нравится все-таки. Ну, знаете, как для себя что-то, да, но если делать работу, например, на заказ ее куда-то отправлять, то это все там будет так неприятно. Но с Enelie еще неплохой вариант замены пастельмата, либо UART, например, да. Такая наждачка хорошая, американская. Вот. Что еще из дополнительных вот таких штучек, ну, всякие удлинялочки, да, понятное дело. И они бывают разные, приобретать их можно тоже в разных магазинах. Если там берете где-то там, да, в художественном магазине, это все будет подороже. Они-то могут быть и какие-то вот такие более красивые, интересные. Можно заказать и довольно много, такое прям пак удлинялок. Сейчас их найду. Я их, знаете, еще вот здесь у меня, я их перетаскиваю из карандашей цветных. Вот, например, это цветной у меня карандаш, вот такой вот. Из цветных карандашей в обычные таких штук 10 брала, заказывала на Алиэкспресс, обычные деревянные. Видите, они уже такие довольно грязные. И, в общем, быстро отрывается эта штука. Вот, смотрите, что происходит прям на глазах. В скупой платье дважды называется вот это. Либо нужно, может быть, просто на Алиэкспрессе взять их какие-то подороже, посерьезнее. Вот такие, конечно, это хорошая история. Вот такого плана рублей 200 стоит. Они там мраморные, не мраморные. В передвижнике, кстати, очень красивые есть. Потому что каждый карандаш имеет свойство заканчиваться и превращаться вот в такого малыша. То есть, в очень-очень крошечного. И вот у меня такой баночка, в общем, в виде кружки с хвостом для таких малышей карандашей. Потому что они потом теряются, опять же, на глубине моего ведра. Хочу очень взять красивые такие подставочки. Вашин Дэм Хом есть. Они прозрачные такие у них, золотые краешки. Очень красиво. Просто моя проблема еще в том, что мне нужно убирать из животных, которые там могут все что угодно сделать с этими карандашами. Ну, столкнуть чаще всего со стола, например, на пол. И тогда пастельные карандаши будут больше крошиться, ломаться. То есть, выточить, и он будет ломаться, ломаться, ломаться. Особенно, если какие-нибудь такие более сухие, которые подешевле. Так, еще про дополнительные штуки. Ну, это вот растушевки, про которые мы говорили, да, они бывают разных размеров. У меня вот этот набор, ему там миллион лет тоже как-то он живет, кроме вот таких, да, вот таких штук. То есть, что это? Это бумага свернутая вот в такой рулончик. И ее не нужно там ни мыть, ни точить, потому что это будет плохая идея. Вы просто вот так вот вытираете лишний цвет, все. То есть, это ничего не впитывает. И потом вы видите, как много пигмента в этом черном мелке, да, вот как он распространился. И потом вы вот так вот растушевываете растушевкой. После этого я обязательно все это сглаживаю пальчиком, чтобы было красиво и мягкий переход. Так, какие еще моменты? Ну, вот это, наверное, основное. Понятно, там нож, ластик, клячка, да. Нож я имею в виду, там, резак, да. Сейчас я вот такой взяла, тоже в распаковке. Я его вам показывала, писала, там, где он, что он, сколько стоит. Мало, видите, как выдвигается. Я хочу его разобрать и там посмотреть, что там у него внутри. Но такой острый для бумаги. Скорее не для заточки, скорее для бумаги, чтобы резать просто листы. Для заточки, ну, обычно резак покупаете. И пока он не умирает, мы им точим карандаш. Наждачку, про наждачку вспомнила. Давайте я вам покажу. У меня вот здесь, на рядышком, в ящике. Вот, сейчас я креплю, у меня на диске было. Любой кусок, у меня просто остались с ремонта вот такие штуки для вот этой, да, вы поняли, на дрель или куда вот это крепится, вот так, липучка. У меня они просто остались, я пользуюсь там всем, чем есть. Можете затачивать карандашики на вот этой штуке, как это, да, происходит. То есть заточили ножом, например, просто убрали его часть деревянную, он такой толстенький остался. Дальше вы поворачивая, вот так вот точите, можно еще больше, конечно, заточить, чтобы все это сделать аккуратно, да. И потом главное вот это вот все смахнуть, чтобы это было не везде. Вот поэтому наждачку тоже можно использовать в средней какой-нибудь жесткости, да. Так, теперь по брендам, да, давайте смотреть, кто у нас тут присутствует. Одни из основных карандашей, которые везде, практически везде есть, это фаборы, да, вот такие. То есть они довольно жесткие, но в то же время я могу сказать, что они и в то же время очень пигментированные. То есть цвета довольно много, во всяком случае, я, по-моему, уже об этом говорила, мне казалось, раньше они были как-то вот так вот понасыщеннее по цвету, но сейчас тоже мне кажется, что это хороший такой достойный вариант. И, да, повторюсь, их довольно у меня много, то есть они вот, там, вот это, да, синенькие уже подуходят. Черный тоже там уже какой-то подумирает. Я, кстати, их особо не докупаю почему-то. Самые долго уходящие, скажем так, у меня это, конечно, разные желтые, зеленые, то есть вот эти яркие, у меня они не пользуются такой популярностью вот такого плана. В общем, хорошие карандаши, такие на пятерку, но не то, чтобы супер мягкие, которые, знаете, как для фончика, там, мягкую шерстку нарисовать, они для более четкой прорисовки все-таки. Кретоколор, вот это, например, у меня черный уголь, да, и вот это мы с вами точили красный, это тоже кретоколор. Разные у них вот эти обложечки, то есть уголь, он весь, по-моему, вот таким шрифтом, либо, может быть, это какое-то обновление. А другие, они вот такого плана, еще какой-то здесь у меня от них, это тоже, что ли, от них лежал. Светленький такой розовый был, супер классный, мне кажется, он в коррекции уже малышей, то есть он подушел. В чем их, как бы, интерес, да, они более мягкие. Пигмент, ничего, на таком же уровне, примерно, как и фаборы, но они прям мягче-мягче, более такие, как меловые, такие более нежные, растушевываются очень хорошо. В общем, мне нравится, но это, скорее, не четкая прорисовка, да, то есть вот это, кретоколор, не какие-то четкие линии, а, скорее, перемешивание и сглаживание. Забыла, кстати, сказать про дополнительные, может быть, вы заметили, у меня тут кисточка лежит. Кисточка тоже отличный момент, чтобы распределить, то есть поднять вот так вот, извините, штука, пастель из глубины вот этих ячейок, а потом уже сглаживать. Иногда я этим тоже пользуюсь. Так, давайте посмотрим, что тут дальше. А, это конта толстички, смотрите, вот такие. Хорошие, толстенькие-толстенькие такие карандаши, вот. У зеленых, вы можете обратить, тут другой дизайн, это новый дизайн, у красненького это старый. Ну, тоже красиво, да, красивые карандашики такие. Мне нравятся, потому что они такие толстички, их так приятно в руке держать, очень хорошие. Если все равно мы не пользуемся точилкой для пастельных карандашей, потому что точилка обычно не справляется механической, я имею в виду вот такого плана, да, в отличие от цветных карандашей, то какая разница, да, толстые они или не толстые. Давайте пойдем дальше. Это у нас, вот этот, какой он странный у меня, вот этот матовый стал, Derwent, Derwent, самые, наверное, да, такие распространенные карандаши есть везде, есть у всех, они похожи, на мой взгляд, на Creta Color, они тоже такие очень мягенькие, но, может быть, чуть-чуть пожестче, чем Creta Color, что это в среднем, возможно, между Creta Color и Faber'ом. А Conte, Conte тоже, они довольно яркие, пигментированные, но, видите, вот такие прям сыпучие, они еще более, скажем так, сыпучие, чем Creta Color вот такие, да, то есть яркие, но прям так разлетаются, то есть видно, что другой, какой-то другой состав, да. Вот этот у меня, а, тоже новенький, кстати, я взяла все-таки черный вот этот, где он, надпись, вот такой вот Faber, да, вот, Pit Pastel, на них на всех вот так вот написано. Дальше давайте пойдем, это тоже Conte Conte, Стабела тоже мне очень, кстати, нравится, приятные они такие по пигменту, они пожестче, они, наверное, ближе к Faber'у, может быть, чуть-чуть их помягче, пигмента тоже довольно много, что мне в них не нравится, я никогда не могу найти вот эти цвета из-за вот этих вот окончаний серого цвета, то есть не могу нужный цвет найти, я не знаю почему, то есть мои глаза как-то вот этих вот окончаний серых не понимают. Ну, понятно, белый, да, самый мягкий, самый-самый лучший, самый яркий белый карандаш, который пачкается очень сильно, да, не могли его сделать глянцевым. Вот такой угольный белый карандаш от Generals, он действительно белый, действительно яркий, перекрывает там все на свете слои, которые только можно, очень удобно, у меня их обычно несколько, видите, он становится из чистого, вот таким вот грязненьким. Фаберы-фаберы, вот такой, давайте возьмем на примере более такого неповрежденного, это у нас карандаши от бренда Карандаш швейцарского, они особенные на самом деле, они очень такие масляно-мягкие, приятные карандаши, оттенки у них тоже очень красивые, и в общем очень-очень получаются удачные карандашики для каких-то завершений, для самых ярких деталей, для самых четких, для рисования поверх. Они действительно насыщенные, но там есть прям вот такая вот масляная, как будто составляющая, за счет чего они не такие пыльные, не такие мягкие, как те же Конто, как те же Кретоколор и так далее. Вот, то есть у меня их тоже несколько, давайте посмотрим, что тут новое, я не сказала, такой, кстати, тоже розовый Кретоколор, неплохо, но видите, как они грязнятся, они также грязнятся, и получается все это со временем, выглядит, ну, такая грязная рубашка у них. Угольный, кстати, у меня здесь нет сейчас, бывают еще угольные карандашики, вот такие, кстати, хорошие наборы, это у меня пастельные, но и угольные, такие тоже стабило карандашики бывают. Так, этот мы посмотрели, неужели все я вам назвала, может быть, что-то забыла, да вроде нет, а наборчик, который у меня новый, да, новый набор, мы, я, может быть, отдельно что-то там с ним сделаю, сделаю на него обзор, это вот такой вот, не видите, он не влезает даже, наборчик, господи, как это читается, сейчас вам покажу упаковку, брюнзил, 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 где он там, да, вот такая вот упаковка, вот такие там цвета, этих карандашиков, действительно, очень-очень красивый, вот такой вот наборчик, то есть, выдвигаются вот эти штучки, да, вот так вот они, опа, и выдвигаются, их я еще не тестила, как-то боюсь, правда очень красивая, очень такая тяжелая, подарочная коробочка, с вот такими карандашиками, так что у меня их стал, вот этот цвет, да, все красивые, стал намного больше, так, на самом деле, про все основное, мы с вами поговорили, какие еще марки, да, могут быть, из, из таких основных, я вам пропишу, которые я, может быть, забыла, где-то не проговорила, а Кахенор еще можно, да, его сюда добавить, где-то у меня их белые были, у них такие мягенькие, белые, где они, вот, например, там, да, оставшую, уже не видно ничего, здесь написано было, что это белый уголь, вот, хорошие, карандаши, прям такие, вот они, мягкие-мягкие, такие сыпучие, сыпучие, то есть, это как антипод, такой белому, например, от того же, вот этого малыша, это тоже Generals, и вот эти самые яркие, самый белый, вот этот угольный, да, Generals, который вам большой, вот такой, показывала, да, вот это его малыш, они сопоставимы по мягкости с вот такими швейцарскими, где бы сейчас, покажу, чтобы чистенький был, вот с такими швейцарскими, да, вот этими, карандаш, вот это, он же просто у меня оторвался и замотан, в общем, очень сопоставимы, очень яркие, очень хорошие, что еще хотела сказать, карандаши заканчиваются все по-разному, например, где-то здесь, да, показывала вам совсем такой огрызочек этого черного, черного, который стабила, ну вот, потеряла, такой там, показательный пример, сейчас сфокусируется, черный стабила, где заканчивается, видите, да, то есть, на его рубашке, дальше не идет, любой карандаш стабила у вас закончится на этой белой линии, любой карандаш, бренда карандаш закончится в самом низу, то есть, вот видите, я его использую еще вот таким варварским методом, стачиваю с него дерево и использую, они, кстати, очень приятно точатся, ну вон, прям, там еще длинненькие чувствуются, ну, то есть, чуть-чуть, некоторые экономят, дервин, по-моему, тоже так экономят, ох, ну что, вот такой быстрый обзорчик, ну, относительно быстро, карандашиков сделали, если есть еще вопросы по карандашам, пишите, потому что я, скорее всего, могла что-то забыть, да, что-то я могла упустить, если какие-то подробности будут нужны, тоже, вы пишите, я отвечу с удовольствием на вопросы в комментариях, вот такая у меня коллекция материалов, друзья, спасибо большое за внимание, обязательно поддержите это видео, если вам понравилось, нажмите на палец вверх и напишите, пожалуйста, в комментариях, что интересно вам было бы еще узнать о пастели и о материалах, я обязательно сниму видео на эту тему, спасибо большое и до новых встреч, пока-пока! Спасибо!